Сегодня мы с вами поговорим про паразитов. Это очень популярная тема и всегда самое большое количество вопросов именно про это. Поэтому сегодня будем разбираться с тем, как же быть с паразитами. Травить или не травить? В конце видео я расскажу вам бюджетные средства, которыми вы можете поддержать свой организм в домашних условиях. Я наблюдаю такую тенденцию, что те нутрициологи или врачи, которые не могут объяснить то или иное состояние в организме пациента, они списывают это либо на паразитов, либо на генетику. Мы и паразиты это симбионты. И мы прекрасно существуем вместе уже миллионы лет. И у каждого из вас они есть. Почему они начинают у кого-то разрастаться? Где-то организм дал сбой, присела иммунная система, и поэтому паразиты начали плодиться и размножаться. Пока у нас есть линии защитной обороны, а это у нас кислотность желудка, а это у нас желчь, а это у нас микробиом нашего кишечника, никакие паразиты разрастаться не будут. Когда сейчас говорят, мойте зелень, мойте мясо, мойте яйца и так далее, это все такое. Потому что заразиться мы можем, например, порывом ветра, капельками воды в душе. Как вы себя от них защитите? То есть паразиты это всегда следствие того, что у вас происходит в организме. И бороться надо, конечно, не со следствием, а с причиной. А причина у нас всегда в том, как работают наши защитные механизмы, которые нам подарила природа. Первая линия обороны это, в принципе, ротовая полость. Потому что именно там паразит обрабатывается ферментами, и он не умирает. Эти ферменты его как бы парализуют. И дальше вот уже парализованный он залетает в соляную кислоту. В соляной кислоте даже туберкулезная палочка не может выжать нескольких минут. Лезвие бритвы растворяется, поэтому паразиту там не выжать. Но даже если предположим, что он там стеночкой, складочками прошел, дальше его встретит желчь. А желчь это едкая щелочь, и там паразиту не выжить точно. Но предположим, что в этот день с желчью у вас не срослось, было не очень. И он попадает в кишечник, а там микроорганизмы. Которые не только не дадут ему там поселиться, обосноваться и размножаться. Они его, в принципе, не пустят даже на порог. Но если он просочился, закрепился и начал размножаться, и вот тогда вопрос в том, что если мы их потравим, кто будет выводить вот эти горы трупиков? Паразит выделяет определенный белковый фрагмент для того, чтобы остановить моторику кишечника. У таких людей часто встречаются, например, запоры. А что такое запор? Это интоксикация для организма. Еще одна нагрузка. Сейчас уже много тоже об этом говорят, уже даже с высоких трибун, что прекратите травить паразитов. Это огромная нагрузка на организм. Займитесь здоровьем своего желудочного кишечного тракта. Потому что если у вас здоров ЖКТ, никогда никаких паразитов не будет. И как раз о здоровье желудочно-кишечного тракта я очень подробно рассказываю в своем бесплатном мини-курсе «Здоровье без таблеток». Переходите по ссылке, курс абсолютно бесплатный, и он доступен и полезен абсолютно каждому. Есть два спорных момента. Это диагностика и повторное заражение. По первому моменту диагностировать их достаточно сложно, потому что их сотни. А диагностировать у нас могут только 5-7 видов. Второе. Они тоже живые, они тоже научились защищаться. И поэтому они реагируют, например, на лунные циклы. Вы можете сдавать анализы, у вас все чисто, но симптоматика вот она вся налицо. Если вам предлагают пройти противопаразитарную программу, но при этом вообще не обращают внимания на, например, желчооток, кислотность, детоксикацию, то есть как работает ваша печень, бегите оттуда не оглядываясь. Потому что лучше вообще не трогать микромир, чем делать это неправильно и небезопасно для вас. Я сейчас наблюдаю, что очень популярны противопаразитарные программы, где единую схему для всех дают, даже не убедившись, есть ли у вас паразиты. Нет, ну есть еще особые индивидуумы, которые диагностируют паразитов практически у всех. Ни в коем случае этого делать нельзя, потому что может быть очень сильное обострение как раз вот при прохождении этой программы. Но зачастую бывает еще и так, становится лучше, а потом где-то через полгода в год такой откат человек получает, из которого просто уже выбраться затруднительно получается. Даже если у вас диагностированы паразиты и даже если вам предлагают самую хорошую противопаразитарную программу, ее надо оставлять всегда в самую последнюю очередь. А сначала озаботиться тем, как у вас организм справляется с этим сам, потому что вполне возможно, что если вы восстановите вот эти защитные механизмы, о которых мы говорили, вам не нужна будет противопаразитарная программа. И я, например, в своих программах предлагаю травяные комплексы, которые медленнее, конечно, работают, но зато не так опасны и не так токсичны для организма. Косвенные признаки чрезмерного разрастания паразитов. Хронические, не поддающиеся лечению заболевания желчевыводящих путей или кишечника. Это аллергии, диатезы, нейродермиты, астмы. Нервозность, бессонница, скрип зубами, проблемы с когнитивными функциями, то есть память, внимание, концентрация. Задержка развития у детей. Дефициты минералов. В первую очередь это магний и железо, потому что самая любимая еда для непрошенных гостей. Зуд в области анального отверстия, запоры, потому что паразиты могут жить в желчных протоках и блокировать перистальтику кишечника. И кашель это такой специфический симптом оскоридоза. А вы замечали у себя какие-то из этих признаков? Напишите в комментариях. Я предлагаю все-таки восстановить желудочно-кишечный тракт. Начать с того, как вы жуете свою еду, насколько она активно обрабатывается ферментами в ротовой полости, озаботиться кислотностью своего желудка. И когда ко мне сейчас приходят пациенты и говорят, у меня повышенная кислотность, почему я спрашиваю? Он говорит, ну потому что у меня и жога. Так вот, у большинства из них и жога как раз из-за пониженной кислотности. Дальше, обязательно восстановить желчаток. И здесь нельзя сказать, что я уже восстановила себе желчаток. Восстановление желчатока и оптимальная его выработка – это наша ежедневная работа на протяжении всей жизни. И если вас волнует вопрос желчи, то у нас есть уже видео про желчь. И дальше, конечно же, восстанавливать здоровье своего кишечника. Потому что именно в кишечнике ведь живет наш активный иммунитет. И вот если все эти линии обороны у вас действуют, вы никогда не будете бороться с паразитами. Потому что их просто не будет. А те, которые есть, клиенты мои замечают иногда, выходят живьем, не давая огромную нагрузку на ваш организм. Антигельминтные средства сами по себе очень токсичны и ни в коем случае не должны применяться без контроля специалиста. И такой специалист должен не только назначить вам противопаразитарную программу, но и помочь вам поддержать организм после чистки и после отмирания. И, конечно же, не все медикаменты имеют широкий спектр действия. Как правило, один медикамент на какого-то одного паразита. А вот травы действуют практически на все виды. Да, более медленно. Да, более слабо. Но зато они не так токсичны и они не трогают наш иммунитет. В первую очередь, это, конечно же, семена тыквы. Вот та самая зеленая пленочка между шелухой и ядром. И семена должны быть обязательно не жареные. И средство, которое там содержится, называется кукурбитин. Оно не травит паразитов, оно просто их парализует, чтобы они не могли прикрепиться к стенкам кишечника, ну и, следовательно, задержаться в организме. Нашему организму очень легко их эвакуировать из кишечника при помощи слабительных средств. Семена тыквы – это еще прекрасная горечь, которая поддержит ваш желчаток. Черный орех – достаточно эффективное противогельминтное действие и антимикробное действие. В нем содержатся флавоноиды. Таким образом, оно очень хорошо влияет на здоровье вашего кишечника и микробиома. Снимает раздражение со слизистых оболочек, ну и, в общем-то, укрепляет их. А вот кара осины – это очень мощное антигельминтное средство, которое растворяет оболочку и взрослых особей, и яиц, и убивает их. Применяется она курсом, и она хороша тем, что она подходит всем – и взрослым, и детям. У нее нет, в общем-то, никаких побочных эффектов. Но в любом случае, надо, чтобы специалист порекомендовал вам, какой по продолжительности у вас будет курс и дозировку. Потому что реакция на отмирание паразитов уже очень индивидуальна, и здесь может быть у каждого по-своему. Можно делать висцеральный массаж с несколькими каплями эфирных масел гвоздики и тмина, разбавив их в одной где-то столовой ложке оливкового масла. У эфирных масел очень хорошее трансдермальное проникновение, то есть они действуют где-то на 15 см в глубину. Таким образом, они улучшают перистальтику кишечника, усиливают нервные окончания и поддерживают организм для безопасного вывода паразитов. Давайте подведем итог. Противопаразитарную чистку ни в коем случае нельзя делать ослабленному организму, потому что можно получить очень сильную интоксикацию и еще больше навредить. Надо в первую очередь обратить внимание на то, как работает ваш желудочно-кишечный тракт, все ли там в порядке, есть ли у вас эти линии защиты. А у меня на канале очень много видео о том, как восстановить здоровье. Подписывайтесь, смотрите и будьте здоровы! С вами была Марина Жигульская и Школа Здоровья и Ресурс. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!